Хорошо, поехали. Вроде бы запись идет. Дайте мне кто-нибудь знать, слышно ли меня. Может быть, кто-то голосом выйдет, скажет, что все хорошо, чтобы не было этой тревоги, что что-то со звуком может быть не так. Слышно ли меня? Так, Ольга. Так, ну вот вроде бы вы поняли руку. Я думаю, что меня слышно, да? Давайте потихоньку будем начинать. Я немножко представлюсь, потому что не все меня знают, да? Меня зовут Константин Никулин, я психолог семейный, сексолог. Работаю с парами лично и с подростками. Так, мне пишут, что меня не видно, но я себя вижу хорошо. И камера включилась. Так, ну... А может кто-то сейчас сказать, видно ли меня, есть ли видео? Потому что... Нет, нет, я вроде бы вижу, что видео идет. Давайте будем так. Ага, вот вижу, слышно. Екатерина, спасибо, что пишете, да, в чат. Ага. Можете написать, что видно, либо нет. Итак, меня зовут Константин Никулин. Я психолог-сексолог, да, спасибо, вижу, что видно. И давно уже работаю и с семейными парами, и лично, и с недавних пор и с подростками тоже. Вот, сегодня я поотвечаю на ваши вопросы, но прежде мне бы хотелось сказать, что если вам тема подростков вообще отвлекается, да, то у меня есть хороший вебинар на эту тему. Те из вас, кто еще не были, да, для того, чтобы проанализировать свои ошибки в воспитании подростков, я очень рекомендую. Просто напишите вот в комментариях, где сейчас есть под этим постом, да, слово «подросток», и мои помощники вам скинут ссылку. Вот, поэтому пишите мне лично, либо сюда, да, слово «подросток», и посмотрите этот вебинар. Я немножко сорвал голос вчера, была такая эмоциональная у меня консультация, поэтому прошу прощения, если буду немножко хрипеть, но я думаю, это особо не скажется на качестве нашей сегодняшней встречи. Итак, я чуть раньше говорил, просил вас написать свои вопросы. Их оказалось больше, чем я ожидал. И я понял, что если я их растяну надолго, да, то, соответственно, это будут очень-очень долгие мои ответы. Вот, и я решил провести такой прямой эфир, поотвечая на ваши вопросы. Если у нас останется время, то еще я отвечу на вопросы тех, кто сейчас в эфире со мной вместе. Примерно, я думаю, что мы с вами на час. Вопросы по разным темам, поэтому те темы, которые будут вам максимально отвлекаться, я думаю, что мои ответы вам тоже будут полезны. Итак, поехали. Я начну по тому, как мне их прислали, да, с самого первого. Посоветуйте литературу или другой источник, качественный, по вашему мнению, для психолога по вопросу мужских-женских отношений, вопросу работы с эмоциями. Вот смотрите, я специально подготовил книгу, которая мне очень нравится. Это книга Сью Джонсон, называется «Обними меня крепче». Я бы ее рекомендовал не только психологам, но и парам, да, для того, чтобы прочитать и определенные мысли и техники оттуда взять с собой. Сью Джонсон, она такая активная основоположница эмоционально фокусированной терапии, тот подход, в котором я тоже работаю, да, и мне кажется, она очень классная. Другая книга, которую я тоже рекомендую, кстати, многим парам, которых я консультирую, она так и называется «Любовь на всю жизнь. Руководство для пар». В ней описан очень интересный способ коммуникации внутри пары, который помогает, ну, проходить кризисы, что ли, да, и прорабатывать те моменты шероховатости, которые связаны с различиями друг друга. Вот эти две книги я бы очень рекомендовал. У книги «Руководство для пар» есть еще другая часть, практическая, где-то она у меня тут была, вот, там больше уже упражнений, да, то есть в этой книге больше про упражнений. Это та книга, которую можно читать вместе, в паре, да, но даже если вы один или одна ее прочтете, они могут быть очень полезны для вас. Вот, по поводу эмоций, если честно, я не встречал на просторах интернета что-то, что мне прям очень понравилось, поэтому ничего рекомендовать не буду. Наверное, просто классику когнитивно-поединческой терапии, так как эмоции очень часто – это следствие наших мыслей, которые мы не осознаем, да, и, соответственно, когнитивно-поединческая терапия работает с этими автоматическими мыслями и помогает лучше разобраться в их следствиях, в эмоциях в том числе. Да, ну и вообще практики осознанности, которые сейчас тоже популярны, – это хорошая штука. Так, это, пожалуй, был один такой вопрос от коллеги. Дальше вопросы более-таки житейские, если можно так сказать. Итак, Константин, добрый день. Я привыкла к тому, что когда мне больно эмоционально и мне не помогает написание дневников справиться с сильной болью, речь чаще всего идет о ссоре с партнером, расставании, то я начинаю делать себе больно – царапать руку, шею, щипать себя до синяков в какую-то часть тела, держать под огнем. Я понимаю, что такой реакции не должно быть, но после этих действий меня отпускают и создаются впечатления, что я уже просто так научилась проживать свою боль, и я с этим соглашусь. Первые такие действия я начала делать в детстве. Очень часто вот этот self-harm – это называется по-английски или по-русски самоповреждение – дебютирует в подростковом возрасте, но, видите, иногда бывает это в детстве. Что можно делать в такие моменты еще, чтобы не приложить руку к себе? Возможно ли себя приучить к другому поведению в такие моменты? Потому что я больше не хочу себе причинять боль. Мысли о суициде нет. Это, кстати, важный момент, что если вдруг у ваших детей вы столкнулись с self-harm, имейте в виду, что это не обязательно связано с суицидом, и ребенок хотел там порезать себе вены. Нет, это может быть взаимонесвязанные темы, а могут быть и связанные. Но чаще всего self-harm у подростков, например, самоповреждение – это такой крик о помощи, крик «заметьте меня». Но и нередко мотив – это действительно сделать себе легче, потому что когда мы делаем себе больно, и подписчица моя пишет об этом, просто я эмоциональную боль заменяю на физическую в конце. Да, как раз-то это и происходит. Мы переключаем свой фокус с эмоциональной боли на физическую – это первый момент. А второй момент, чисто гормональный, когда мы себя режем и доставляем боль, выделяются эндорфины, опиоиды, которые обезболивают, потому что тело посылает сигналы в мозг, что тело разрушается, боль, и нужно обезболить. И это обезболивающее, оно обезболивает и душевную боль тоже. И не нужно думать, что самоповреждение – это какая-то блажь. Это реально работающий способ снизить боль душевную, да? Но, опять же, ни в коем случае не рекомендую это делать, потому что это может закончиться плачевно. Как быть в этой ситуации? Есть хорошие практики. Ну, то есть душевная боль, ее нужно научиться выпускать. И очень хороший способ выпускать душевную боль – это либо прокричаться, либо побить подушку, либо порвать какую-то бумагу на мелкие куски, либо пойти принять контрастный душ, либо даже не контрастный душ, а вот тазик с холодной водой, прям очень с холодной, и вот даже те же самые руки опускать туда. Кто делал это, знать, что если вода ледяная, то тебе становится больно тоже в этот момент. Но это хотя бы не саморазрушающее. И такой способ может быть мостиком, переходом от тех моментов, когда человек себя действительно режет и делает себе увечья, до того, когда он вот таким образом отвлекается от душевной боли. Ну и, конечно же, здесь психотерапия в помощь, причем я рекомендую либо клинического психолога, либо врача-психотерапевта. Идем дальше. Константин, спасибо, что отвечаете на вопросы. У меня такая ситуация. Я узнал, что бывшая свекровь собирается пойти к какой-то бабке-колдунье, чтобы сделать порчу. Я ушла от ее сына, потому что он не изменял. Я понимаю, что меня это тревожит. Это чувство справедливое. Как избавиться от страха перед магическим воздействием? Вот смотрите, в когнитивно-поединческой терапии есть такое понятие, как магическое мышление в принципе. Ну то есть когнитивно-поединческая терапия, она с одной стороны научно доказана и действительно клинически подтверждена своей эффективностью. Но с другой стороны, она очень жесткая. А жесткая по отношению к каким-то таким ненаучным вещам, как гадания, как какие-то привороты, как в том числе и религия. И вот здесь я не на 100% с ней согласен, потому что мой опыт жизни, как человека, показывает о том, что если что-то не доказано, это не значит, что этого нет. Но, соответственно, если бы я работал чисто в КПТ, в подходе с вами, я бы рекомендовал, ну я бы работал с этим магическим мышлением в принципе. То есть мы бы работали с тем, что подбирали факты из вашей жизни, из вашего опыта, которые подтверждают, либо опровергают то, что порча, чтобы сделать порчу, что порча может как-то вам навредить. Но я по опыту знаю, что люди с таким сильным магическим мышлением, магическое мышление – это то, когда я верю, ну не знаю, во все, в звезды, в эти приметы, в то, что что-то может произойти, если ты себя как-то ведешь не так, да, вот очень сильно. То есть я всегда за баланс, за серединный путь. То есть нужно и как-то чувствовать себя вместе с, вместе в гармонии с природой, да, но при этом, ну вот не становиться совсем таким очень-очень эзотерически настроенным. Вот. Но, скорее всего, вы внутри, ну не сможете противостоять этому, если у вас это очень сильно развито, это магическое мышление. Тогда я рекомендую выбивать циклин к клином. То есть, ну не пойти к другой какой-то бабке, к колдуне, да, но подумать просто, а что вас может уберечь от этого. Да, и я как человек православный, ну достаточно далеко, давно и глубоко, как мне кажется, в этой вере, да, вот всякие такие, я же много на публике, много недоброжелателей бывает, да, и я себя успокаиваю только тем, что, ну, как бы на все воля Божья, да, не в плане, там, как бы я говорю о том, что, ну, я ничего не буду делать, да, а в плане того, что я делаю все, что от меня зависит, а дальше, ну, на все воля Всевышнего. И это, кстати, очень хороший принцип для того, чтобы не выгорать. Очень часто люди с таким невротичным складом характера, они стараются контролировать то, что даже невозможно контролировать. Но других людей, какие-то события, которые еще не произошли, и выгорают очень сильно. Я подробно об этом рассказывал, и мы с этим работали, на моем курсе про тревога и неврозы. Вот, но не все могут так, да, не у всех получается сразу, поэтому подумайте о том, что могло бы вас в этом плане защитить. Вот, ну, а если работать уже с тревогой, ну, ваш запрос, да, как избавиться от страха, ну, я бы шел в то, что вы боитесь больше всего, какой самый страшный страх, ну, и проживал бы то, что, ну, что, а это может случиться, то, что тогда, да, и прям принять вероятность того, что все может произойти в любой момент. Ну, я, правда, много об этом говорю на своем курсе, но вот немножко забегаю вперед. Здравствуйте, Константин. Прежде всего хочу всего поблагодарить. Спасибо большое. Так, так, так. Творец уникально нас создал, и важно ценить свою жизнь и жизнь других людей, а для этого важно научиться понимать и в здравой степени любить себя, чтобы также относиться к другим. Скажите, пожалуйста, как побудить сына обратиться за помощью к психологу? Так тяжело ждать, когда он созреет сам и видеть, как он нуждается в такой помощи. Заранее спасибо. Не указан, к сожалению, возраст сына, но я предполагаю, что это может быть подросток. Да, сразу признаюсь, что это непростая задача из болота тянуть бегемота. Причем ко мне же обращаются таким запросом не только мамы, но и жены мужей. Говорят, ну вот как, я готова пойти на совместную консультацию, но супруг не хочет. И если даже взрослые, осознанные люди не хотят, то для подростков с одной стороны как будто бы это сложнее, потому что это вообще непонятно. С другой стороны, у детей они все равно более подвержены влиянию. В подростковом возрасте они наоборот сепарируются и отдаляются от нас. И все, что родители предлагают, они обесценивают. Поэтому здесь непростая задача, правда. Наверное, я бы больше рекомендовал говорить о том, что психолог, заменить слово психолог на специалиста. Потому что психолог в умах многих до сих пор равно психиатру. А психиатр, это что, я больной что ли? Ты мне хочешь сдать в психбольницу? То есть это такая себе история. Вот. И я бы рекомендовал сказать, что, ты знаешь, я как мама несу за тебя, за тебя юридическую ответственность за твое здоровье и жизнь. И если, например, у тебя что-то болит по телу, то я обязан тебя по закону направить к врачу, к специалисту. Ну там, если зуб, если, не знаю, нога. А психолог это такой же специалист. И сразу тебе хочу сказать, это не тот человек, который будет тебе поучать тебя. это не какая-то учительница. Это не то, что я ему что-то скажу и он тебе будет. Нет. Это человек, который на твоей стороне. Ты ему можешь рассказать все, что угодно. И я не буду спрашивать ни у тебя, ни у него, о чем вы там разговаривали, что он тебе сказал. Это будет просто твой помощник по жизни. И, ну вот, такими какими-то бы я фразами направлял. Но в крайнем случае я бы рекомендовал телефон горячей службы поддержки. Да, 8800 2122, по-моему. Это телефон горячей линии круглосуточный, бесплатный в России для детей и подростков. И прям при нем бы взял, ну, записал бы ему в телефон, ну, если он даст, и прям при нем бы позвонил и сказал, смотри, там, ну, там можно спросить все что угодно. И сказал, что здравствуйте, я сейчас записал ваш телефон к сыну в телефон и вот просто убеждаю, что вам можно позвонить, все хорошо. Скажите, пожалуйста, с какими вопросами вам можно обратиться. Ну, просто, чтобы сын на громкой связи слышал, что там какие-то, не знаю, там, злые люди, да, а вот можно позвонить. И все. И этот телефон чтобы у него был. И сказал бы, что если тебе будет совсем тяжело, если тебе будет, даже не захочешь со мной чем-то поделиться, ты можешь вот две фразы. Я не знаю, что делать, мне плохо. А дальше они сделают все для тебя. Ну, вот как-то так. Дальше. Дочь 14 лет встречается с парнем, как донести правильно о раннем сексе. Объяснила, что не сформирован организм, что как действует гормональный фон, рассказала о средствах контрактепции и самое важное, что это ценность и ее девственность. И происходит это по любви и желанию. Супер, вы уже молодец, вы уже много чего донесли. Я сказала о последствиях, если не предохраняться. Конечно, она сказала, что они договорились, что на раннем этапе этого не будет. Я сказала, что доверяю ей, но все равно волнение есть. Благодарю за ответ. Вопрос, как донести правильно раннем сексе. Ну, если это вопрос, вы все сделали правильно, если честно. То есть, вы большая молодец, я могу вас похвалить и здорово, что у вас такие взаимоотношения. Я не знаю, конечно, все детали, как вы это делали, но очень много правильного. Мне кажется, здесь больше про ваше волнение. Это история, которая может внутри вас что-то триггерить. Вообще, дети очень часто, они подсвечивают нам наши травмы, наши боли, наши страхи, переживания. и в подавляющем большинстве случаев, когда проблема с подростком, психолог нужен не подростку, а родителям. Вот. И здесь я бы, наверное, спрашивал вас, о чем вы переживаете больше всего. То, что у них сейчас случится секс. Ну, кстати, еще я бы добавил про юридическую ответственность, особенно, если молодой человек старше ее, особенно, если он уже совершеннолетний. Потому что до 16 лет, возраст согласия в России, даже если девочка на все согласна, ей 15 лет, ее согласие не считается легальным. И это нужно сказать. Еще бы я проговорил про то, что секс – это для взрослых. То есть, я бы говорил, что это хорошо, это здорово, но им занимаются взрослые, да, когда к этому готовы. Когда к этому готовы тело, не знаю, душа и эмоции. и я бы еще говорил о том, что, ну вот, есть три стадии развития либидо. Это стадия романтическая, эротическая и сексуальная. И у мальчиков в норме переход с эротической стадии, ну, когда они в целом вражесилиют кого-то либо. Часто, кстати, это не одноклассники, одноклассницы, а кто-то, может быть, популярный, не знаю, певица какая-то. На сексуальную стадию выходят быстрее в норме, чем у девочек. И, то есть, нередко девочки соглашаются просто под неким натиском. И, наверное, я бы порекомендовал книгу, есть такая хорошая книга, где-то она у меня убрана, она называется такая черненькая, называется «Нет, всегда нет», по-моему, что-то типа такого. Она, правда, с 17 лет написана, я не знаю, насколько вы дадите ее по-другому, но я бы всем девочкам ее рекомендовал. Там проваженность того, что ты имеешь право отказать, ты имеешь право отказать, даже если с тобой манипулируют, и там не только про секс, а вообще про прочие вещи. Вот я бы еще это дал. По-моему, нет. Вчера это нет, но как-то так называется книга. Там тряслось всего, точно не ошибаюсь, поищите, пожалуйста. Так, большой вопрос. Как пережить период протеста у сына два с половиной года? Очень активный ребенок, домой с улицы не заманешь. А по зиме долго гулять не хочется совсем, в отличие от него. Прошу, уговаривай, мотивируй вкусняшками и мотивками, которые любят ни в какую. Вот надо ждать, какой ребенок так любит улицу и прогулки. Когда попытаюсь свести за руку, он просто ложится на землю и лежит. Уходил за угол, думал, пойдет следом, развернулся и рулил в сторону площадки, не оглядываясь. Устал от его непослушания, иногда кажется, что он не слышит моих просьб. Говорит мало, что... А, говорит мало, пока оттуда. Да, да, нет, папа, мама. Показывает рукой, вот там спрашивает, когда ищут эту бедрушку, если хочет пить, говорит сок. Ну, короче, что посоветуете? Бороться, не знаю уже как, а возглавить не хочу, потому что зиму терпеть не могу. У меня холодовая аллергия, ну разве же ему втолкуешь? Первое, что хочется прям посочувствовать вам. Правда, действительно, это большое испытание. Мне кажется, в нашем обществе очень сильно недоценен материнский труд. Вот, правда, у нас так получилось, что первый год, наверное, даже полтора, я достаточно много проводил с дочкой. Ну, наравне, наверное, как супруга, когда супруга много работала в тот период, а я, наоборот, нет. я прям и гулял, и ходил, и я так понял, как это непросто. Ну да, я, наверное, еще только часть не понял. Поэтому, ни с каких поклонствий мамам, зато какой-то труд они делают. И главное, незамеченный, неоцененный. Вот. Что можно сделать? Ну, наверное, два с половиной года я бы брал в охапку. Ну, то есть, говорил, время здесь еще ребенок не понимает. Да, и говорил, вот смотри, когда большая стрелочка придет сюда, мы с тобой идем. Подходил, за 15 минут начинал, И каждые 5 минут я вот подходил. Смотри, вот большая стрелочка уже здесь, сейчас она дойдет, там до нуля, и мы с тобой идем. Она доходит, говоришь, все, нам пора идти, давай будем собираться, и 5 минут давал бы еще на то, что-то он собрался. И дальше, молча, спокойно, ну, предупреждаю, что если ты не идешь, я буду тебя уносить. Я не знаю, насколько, по-моему, это физически будет их вас делать, но, наверное, будет приходиться. Он будет кричать, выбиваться, мягко, с любовью, но конкретно делать то, что нужно. Ребенок не должен диктовать свои условия, он может это делать, он будет пытаться это делать по всей видимости, у сына такой еще сильный характер, наверное. Но это не значит, что вы должны как бы пролебать свои границы, я считаю, что в какой-то момент вы можете поступить именно так, как я вам предложил. Попробуйте. Подскажите, пожалуйста, как обезопасить ребенка от встречи с отцом абьюзером по решению суда? Как обезопасить ребенка парадокс, что папа хороший, папа тебя любит, и я тебя тоже люблю. Но у нас с папой не получилось выстроить хорошие отношения, и возможно, папа злится на меня, то есть прям поговорить про чувства даже маленькому ребенку. Возможно, папа злится на меня, и может быть, он иногда будет говорить что-то плохое про меня. Ну что ж, он так меня видит. Но ты можешь смотреть, как мы с тобой, и как тебе с папой. Я буду рад, если у тебя и с папой будут хорошие отношения и со мной. И, конечно, маленький ребенок все равно будет поддерживать влияние, но рано или поздно именно к подростковому возрасту он поймет и оценит ваш вклад, то, что вы не осуждали отца, то, что вы не запрещали с ним разговаривать. По-моему, 14 лет ребят может сам выбирать, да, уже с кем жить. То есть и реально может выбирать отца, почему нет. То есть это его выбор. Но ваша задача вот этот период сохранить максимально добродушные отношения. У меня есть в опыте много людей, которые там, скажем, там, теща настраивала очень сильно дочку против отца. но потом девочка подросла и она очень озлобилась на бабушку, потому что она увидела, что это все был как бы наговор. Наговор, да, и протрезвел ребенок. Вот поэтому будьте главные, знаете, не смотрите туда. Смотрите на то, какие отношения у вас. Это значит, что вы должны быть такой, который все разрешает, такой покладистый. метод у вас могут быть строгие гоницы, но при этом любовь, эмпатия и эмоциональная близость тоже. И тогда ребенку будет с вами комфортно. Дальше. Генерализованное тревожное расстройство возможно вылечить с помощью психолога. Возможно, но лучше обратитесь к клиническому психологу или врачу психотерапевту, потому что здесь ну и психиатру, да, потому что здесь скорее всего потребуются препараты. Если прям ярко выражена такая генерализованная тревожность, тревожная расстройство, то лучше чтобы я рекомендовал обратиться сразу к врачу психиатру. это не какая-то ужасная болезнь, ну как в шизофрении, вы не думаете. Знаете, у нас тоже в обществе очень такая клеймо на врачей психиатров, хотя сейчас все меньше и меньше врачи вообще выписывают препараты, то есть в половине случаев они не выписывают, ну вот гамотные специалисты, они видят, что здесь можно справиться со психотерапией. И если они врач-психиатр терапевт, то он может предложить психотерапию без препаратов. Но если он видит, что психотерапия нужна тоже, но без препаратов человек просто не сможет нормально мыслить, ну такой бывает, то они, конечно, рекомендуют. Дальше. Как выйти из любовного треугольника? Я так понимаю, что это мужчина, жена и любовник или любовница. Непонятно, кто написал, мужчина или женщина? Как выйти? Хочется сказать, так же, как заходили через ту же дверь, непонятно, кто это пишет. То есть любовник, любовница или мужчина, или женщина, которая участвует, у которого это движение, или у которого два мужчины. Поэтому сложно ответить. Но я бы сказал, что увидеть скрытую выгоду нахождения в этом треугольнике. То есть понять, что удерживает треугольник. Любовная такая конструкция достаточно прочная. эта группа не звучала, она выгодна достаточно многим участникам, всем участникам. Она помогает выдерживать то напряжение, которое и так было. если мы не берем такие утверждения сейчас как-то все мужчины кобели, ну, что-то в таком роде, да, то треугольник любовный. Для семейной системы определенной семьи иногда это необходимая конструкция. Не в смысле, что так должно быть, а в смысле, что семья, не пойдет например к психологу, не смогла найти другого способа справляться с напряжением кроме как-то кто-то завел любовника или любовницу. Естественно, я это не поищу, но я понимаю, что определенные механизмы есть, которые к этому подталкивают. Поэтому ищите встречную выгоду нахождения в одном, что вы таким образом получаете и подумайте, как вы можете это получать другим образом, не находясь тревогу в другом тревоге. Как представить ревновать, мы не вместе, отношений больше нет, только дружеские, но я все еще испытываю очень сильную привязанность и зависимость. Или Никулин, как забыть и разлюбить. Я там принадлежу хорошие техники, попробуйте с них начать. Но вообще мне видится, что привязанность в таких отношениях она чем-то безусловлена. Скорее всего, наличие вот такой фигуры в вашей жизни закрывает какую-то внутреннюю другу, какую-то потребность удовлетворяя таким образом. И вот здесь я как психолог могу порекомендовать посмотреть на то, как вы могли бы на себя опираться без другого человека. Вот что, если его вообще не существует в мире? То что бы тогда чувствовали? Как бы вам было? И очень часто здесь может быть вообще в принципе одиночество. тогда как будто мне обязательно нужна какая-то фигура. И это может быть такой выработанный патрон из детства, что мне не хватало когда-то матерь или отца и сейчас значимого взрослого и сейчас я так же нуждаю остро в этом значимом взрослого. Хорошо. Идем дальше. Так. муж признался влюбить другую девушку два года назад в переписке. Говорит, что ничего не было, но я не поверила и не верила до сих пор. Осталась в отношении с ним, но спустя два года не забыла и не отпустила. У меня появилась интрижка на работе и после этого вся боль вылезла наружу и я задумалась, чтобы выбирала на меня этого человека мужем. Я не могла забраться в своих чувствах и что делать дальше. У нас общий ребенок едем в тревоге и я боюсь, как он переживет, если будет развив все таки. Но тут как такового вопроса нет, поэтому я могу просто задать эту тему. Там вам дальше будет еще вопрос споров измена. У меня есть большое видео на эту тему. Я тоже рекомендую посмотреть. Можно просто встретить в Юричу Никулин, который готов работать со своими отношениями, то есть вероятность, что после небыстрой работы пара расстанет еще ближе друг друг к другу. И это просто фантастический результат, который я вижу иногда на своих консультациях. слезы наворачиваю двадцать, когда вижу эту близость, которой не было уже годами. Это не просто и это не всегда. это. То есть мы не боги. Но что должно произойти для этого? Для того, чтобы исцелить свою измену? Кром сасаю рубашку в машину или сделаю физически больно. это не поможет. В том смысле это даст, может быть, гнев какой-то выпустит. это даст, вы видели, то есть я же когда работаю, я вижу глаза партнеры, я вижу как кто-то смотрит, когда говорят. И как ранний партнер смотрит на переживание боли. И вот в эти моменты я прям вижу, как идет исцеление. Это очень красиво. но для этого нужно колоссальное мужество с стороны и очень большое желание быть вместе. То есть терапия пар после измены возможно я с этим работаю. Это не быстрый процесс калерия. Потому что если он откупился он не откупился дорогой шубой поездкой на мотиве не начал сделать кучу роз что принес то это не работает. Это лишь вопрос следующий больше денег. Работает в долгосрока именно вот такое сопереживание. Я просто на вопрос сказал на тему изменения вместе с с вами. Потому что вопрос конкретно не было. Как будто бы еще вопрос про то, что я боюсь как он переживет ребенка про тревогу и страх. Ну да это может быть не просто процессом и лучше популярно некоторые психологи что ради детей жить не надо жить ради себя. Я так не скажу. Потому что все индивидуально. у кого-то будет такой выбор что я потерплю до 17 лет и дальше будет моя жизнь. Это тоже выбор. Он в силу определенных обстоятельств. Но кто-то скажет нет я не готов терпеть ребенок меня напоминет попозже. Но я хочу выстраиваться в свою жизнь. Это тоже выбор. Я тоже его выбор. То здесь честно загляните внутрь себя пожалуйста. ребенку 15 лет грозит существовать в среднем. Да вот кстати один из вопросов который я хотел побыстрее осветить. Потому что я понимаю что ситуация не просто старая у человека отравлив со стороны научных детей. Как помочь ребенку в такой ситуации если она не захочет идти к психологу нужно ли перевести на домашнее обучение. Но вот здесь я просто повторюсь. Если вы имеете доступ к ребенку к этому запишите телефон горячей линии 8 800 1222 или 122 или 120 122 в конце и при ней позвоните у меня сейчас где-то есть запись подожди расскажу точечно так для подростков и детей в 122 на 122 И при ней позвоните, и скажите, что это всегда психолог у тебя в кармане, в любое время дня и ночи, можешь ночью позвонить. Вот тебе тяжело не спиться, дурные мысли в голове, бери, звони и разговаривай, чем хочешь. Это люди, которые обучены помогать именно детям и подросткам, вне простых, быть на линии. И вот я бы начал с этого, потому что там специалисты, они, если что, посоветуют, в том числе даже и бесплатные варианты получить психологическую помощь в городе, либо онлайн. Но начинайте вот с этих телефонов, прямо распространяйтесь их, не бойтесь, и в родительских чатах, особенно если дети уже подростки, в этом нет ничего плохого, мы должны вместе с вами повышать культуру психологической помощи. Дети нередко брошены, родители вынуждены зарабатывать деньги с утра до вечера, подростки и сипоригируются, не уважают, теряют авторитет родителей. Но чтобы у них хотя бы какие-то были зацепки, вот это нужно, конечно, заранее сделать. Скажите, пожалуйста, муж встречается с любовницей 3 года, влюбился в нее, но она его не приняла обратно. Я буду участвовать за столовым ароматом Рома. Выгнать его из дома не могу, решили жить дальше, так как трое детей детей. Но у меня эмоциональный качели, не могу никак раз забыть. Выгнать его, как с этим специальной техникой, вот это все выпустить, чтобы этот котел не подогревался постоянно в какой-то момент. Вот я часто наблюдаю, люди прямо говорят, что на 5 дней мне хватает, а потом я срываюсь из-за какой-то мелочи. И я просто начинаю ему или ей выносить мозг. И здесь нужно, конечно, выпускать этот гнев. Ну, как самому это сделать, без помощи психолога, опять же, пропишите письмо. Вот есть хорошая техника письма. Когда вы выписываете на письмо, все эти чувства, эмоции, переживания, которые у вас накопились от этой ситуации, прям жестко, используя разные слова, в том числе и нормативную лексику, если хочется. Но это письмо не отдаете человеку, а его разрываете на мелкие кусочки и, ну, что хотите с ним делать, смыраете унитаз. Ребенок не хочет ходить в музеи, на выставки, посещать театры, концерты. Вообще, куда-то выезжать, получает новые впечатления. Мол, мне неинтересно, мне это не нужно. Как со мной, так и один. Прошу внести свои предложения под досугу. Любые места, кафе, квесты, отвечают, нет, как заинтересовать парам 15 лет. Нас совместные досугы хотя бы один выходной в месяц. И самому куда-то выезжать, расширять к уговору. Я бы, наверное, больше думал в сторону того, насколько он нашел свою стабилу. Одна из основных задач в комиссии операции по досугу в возрасте – это найти себя и свою референтную группу. Ну, свою стабилу, короче. Где я свой? Вот я в своем детстве, да, много занимался спортом, баскетболом, в частности. И у меня вообще не было каких-то там губленок на улице, чтобы он именно расширял свой кругозор. Потому что у меня есть предположение, я могу ошибаться сразу, простите меня, если я где-то буду резок и груб, что это больше ваше желание, чтобы ребенок посещал театры, концерты, выезжал, получал новые впечатления. А он реально, может быть, этого не хочет. И это нормально, для этого возраста это нормально, правда. Я помню, что я вообще театры не мог, ни концерты, ни театры, ни какие-то вот такие взрослые вещи. В подростковом возрасте все, что идет от взрослых, отрицается. Даже если ребенок понимает, что это полезно. Вот такой продукт в этот период. Ну, я обобщаю, у всех по-разному бывает. Но в целом, в среднем по-палате, это так. И я бы больше разаботился не тем, чтобы вот он сейчас развивался. Он развивается, если не надо. Когда у него появится мотивация, скорее всего, ролевая, он увидит, кем он хочет стать, потому что это круто быть таким-то. То он будет развиваться в этом направлении. Сейчас я бы больше озадачивался тем, как найти свою уставку. И предлагал бы ему разные кружки, сердцы, начиная от программирования, заканчивая плаванием. Просто клубы какие-то, да, по интересам, лагеря. Это могут быть, кстати, грубые психологические поддержки для подростков. Особенно, если ты увидишь, что у него сложновато с коммуникацией. Он такой закрытый. Ну и плюс, учитывайте, что вот в этом возрасте просто иногда тупо хочется лежать. Когда твое тело изменяется на 20 сантиметров за год, то столько сил тратится, в том числе психоэмоциональных, на этот процесс. Более того, вот. Поэтому я бы, наверное, не форсировался сейчас в эту тему с досудом, а больше бы строил доверительные отношения, в принципе, и увлекался бы его интересами. Прямо приходил, наиграл, потом в компьютер, посетил бы рядышком и смотрел, и спрашивал, ну чего там, кого кто-то сегодня победил, а это кто такой. Не просто какой-то меркантильность в этой цели, а искренне испытывая интерес. Больше бы вот его погружал в его интерес, давал бы ему в этом плане развиваться. Ну, в общем, там очень много деталей. Я еще раз повторю, кто сначала пропустил, что у меня есть хороший вебинар на эту тему для родителей и подростков. Пишите мне слово «подросток», и я и мои помощники вам пришлют ссылку на этот вебинар. Так что узнаете больше на эту тему. Так, большой вопрос. Приготовьтесь, расскажите, пожалуйста, о вторичных выходах. Мой пример. Я танцую бурлеск и выступаю, но никак не могу взять себя в руки и основательно привести свою фигуру в форму. Меня постоянно ставят вести мероприятия и мастер-классы. Я мечтаю петь, но никак не могу заняться постановкой своего голоса и пойти на вокал. Петь вообще стесняюсь, даже до сих пор не знаю, умею я или нет. Эти две сферы для меня безумно важны, но почему-то именно в них я стопорюсь. Однако в сфере офисной работы и в каких-то других менее важных сферах я постоянно развиваюсь. Хожу на курсы, то есть просто лениво меня не назвать, как будто какой-то блок стоит именно на суперлюбимых и важных для меня сферах. Будто я подсознательно на самом деле не хочу стать в них лучше и развиваться. Но я не понимаю, в чем проблема, и тем более, как ее искренне. Буду очень рада, если вы подскажете. Мне кажется, вы в верном направлении копаете. Вот смотрите, что такое вторичные выгоды. Ну, чаще мы их называем скрытые выгоды, потому что они не очевидны. То есть какая выгода в том, чтобы я не выступала, да, спрашивая девушка, и не развивалась как певица. Ну, нет же никаких выгод. Вот поэтому они скрытые. А скрытые почему? Потому что это может быть не очевидно. Например, я всегда задаю такой вопрос. Что будет, если ты станешь успешной, ну, я бы задал вопрос, успешной танцовщицей и певицей? Что будет? Я бы задал вопрос, а что перестанет быть в твоей жизни, если ты похудеешь, хорошо научишься петь, и станешь известной, не знаю, популярной, успешной танцовщицей или певицей? С чем тебе придется столкнуться? Кто, может быть, отвернется от тебя? Что тебе придется делать по-другому, иначе? Что может случиться плохого? И вот здесь нередко может быть такая скрытая, скрытый блок, скрытый страх успеха, потому что, например, мне будут завидовать, и какая-то история с завистью, связанная вообще с детством, я, не знаю, там, не выдержу этой славы, или я стану богатой, а деньги – это зло. Меня там, например, бабушка или мама доучила, кто-то скажет. Или, кстати, вот с лишним весом, недавно у меня тоже была на консультации женщина, мы с ней выяснили такую ситуацию, что лишний вес для нее – это защита от, скажем так, посягательств на ее, в ее сторону мужчин. Это защита, чтобы не быть сексуально привлекательной, потому что был негативный опыт. То есть она искренне хотела похудеть, но что бы она ни делала, и когда пошли через образы в тело, тело дало понять само, ну, человек говорил, да, в таком немножко полутрансовом состоянии, что я тебя защищаю, и от чего ты защищаешь, и там полились слезы, и сплыла ситуация, которая была забыта, там не было какого-то насилия, ну, в смысле, там было насилие, но не вот сексуальное, да, но окрашено. И это было очень эмоционально для девушки. Вот, поэтому, поэтому там явно может быть какой-то, скорее всего, страх. Вот прям я бы спросил, чего вы боитесь, если вы станете успешной танцовщицей, певицей, а какая ответственность вам будет тогда на ваших плечах, да, подумайте в эту сторону. На восьмом месяце беременности третьим ребенком узнала об измене. Да, ужас просто. Совершила много ошибок, паузу не брала, начала искать причины в себе, ну, это, наверное, девушка пишет про ошибки, основываясь на моем видео, да, о котором я вам говорил в Ютьюбе. После родов будто открылись глаза, мучает боль от измены, страх повторения, но главное, хочется причинить любую боль в ответ. Угу. Как быть? Помогите советам. Ну, желание причинить боль в ответ, агрессия, она справедлива, потому что есть внутренняя боль. Нужно избавляться от боли. Как? Ну, то, о чем я уже говорил, либо писать письмо, либо, не знаю, там, прокричаться, поколотить подушку, но это все-таки полумеры, то есть без терапии, да, это будет помогать на какой-то период, но тоже, но может помогать. Но лучше всего от боли помогает парная терапия, еще раз повторю, когда ты видишь сопереживание твоей боли, искренние сопереживания, и не сразу, знаете, как это красиво раскрывается, сидит пара, не на первом сеансе, это может быть уже там седьмой, десятый сеанс, и она говорит о том, как ей больно, и он говорит о том, как ему больно, тоже со слезами на глазах, а она не верит, она не верит, что он сейчас искренен, вот постепенно ты этот лед преодолеваешь, преодолеваешь, и в какой-то момент происходит вот это видение, что сейчас он искренен, или она искренен, потому что, ну, женщины тоже изменяют, да, и приходят раненые партнеры, мужчины тоже, и это так трогательно, когда ты видишь это исцеление, которое потихоньку начинается, но даже если вместе с партнером вы не можете пойти, то попробуйте хотя бы одной, потому что, ну, специалист обратится, потому что абсолютно одному будет очень сложно. Сколько стоит ваша консультация? С сентября у меня цена повысилась, стало 10 тысяч в час, да, и есть вероятность, что она еще повысится, просто потому что очень большой спрос на данный момент. как не впадать в так называемый откат, когда я проработала какие-то вещи, чувствую уже позитивное состояние, а потом словно волной назад. Я бы смотрел здесь в сторону вторичных выгод, ну, то есть какие есть вот эти скрытые выгоды, да, не удерживаться в этом состоянии, это раз, а второе, ну, подумать, может быть, вам делать что-то периодически, профилактическое, чтобы не скатываться вниз, но это могут быть какие-то тренинги, это работа индивидуальная, со специалистом, потому что мы психологи, ведь тоже обращаемся к психологам, и, во-первых, мы должны это делать, а, во-вторых, иногда ты прям чувствуешь потребность в этом, и идешь, и обращаешься. Здравствуйте, муж болеет онкологией, и как мне справляться с моим стрессом, да, это очень-очень история такая тяжелая. У меня, кстати, есть психолог, коллега, я только не знаю, принимает ли она онлайн, но мне кажется, что да, и она работает психологом в клинике онкобольных, и вот я бы лучше вам рекомендовал к ней обратиться, у нее достаточно приемлемая цена консультации, и, ну, она прям работает с онкобольными, да, то есть тем, кому осталось не так много, ну, или там есть вероятность не выжить, да, ну, и я думаю, с родственниками она тоже работает очень эффективно, но я бы, наверное, смотрел в сторону того, с чем связан больше этот стресс, с тревогой о потере в будущем, с невозможностью сейчас жить и наслаждаться жизнью, да, то есть я бы, наверное, работал с тем, чтобы развить внутри вас принятие факта, что муж может умереть в любую минуту, вот прям принять это, знаете, не похоронить его заживо, а принять, вот я даже в себе это выработал, я рассказывал об этом на своем курсе по тревоге и неврозам, что в любом, нам ничего в этой жизни не принадлежит, вообще ничего никто, даже наше тело нам не принадлежит, в любой момент тебя могут ампутировать руку или ногу, ну, правда ведь, в аварию попал, не дай бог, ДТП, и все, твои ноги не твои, а уж тем более другой человек, он вообще нам не принадлежит, ни дети, ни мужья, жены, ни родители, никто нам не принадлежит, и эта мысль для людей, у которых внутренняя опора не развита, она очень и очень тревожная, и вот я бы работал над тем, чтобы потихонечку сепарироваться от мужа, но не в смысле, ты мне чужой, все, я от тебя отдаляюсь, да, нет, а в смысле того, что ты мне не принадлежишь, ты отдельная личность, ты отдельная душа, я принимаю этот факт, и я нахожу в себе ресурсы, чтобы опираться на себя, но не просто так эти слова говорить, да, а искать прям самой, либо с психотерапевтом, что как я буду жить, если мужа не станет, и в тот момент, когда вы внутри поймете, что, ну, я, пожалуй, выживу, я не разрушусь, да, будет тяжело, но я выживу, тогда бы я задал следующий вопрос, а как тогда я могу жить сейчас, хотя его даже сейчас можно задать этот вопрос, как вы могли бы жить сейчас в счастье и радости, даже несмотря на то, что муж болеет, я рекомендую посмотреть фильм, может быть, кто-то из вас его видел, называется «Призрачная красота», он в чем-то про это, но там еще большая потеря, потеря ребенка, онкобольного, по-моему, и то, как повлияло это на пару, и вот почему она так называется, «Призрачная красота», там была такая красивая фраза, ближе к концу фильма, что ли, что даже когда кто-то умирает в жизни, это красиво, ну, потому что это жизнь, и такая глубокая была для меня фраза, что мы своим умом стараемся всю жизнь, и весь мир делить на хорошее и плохое, на белое и черное, и вот те, кто такие невротического склада, да, очень люди, они не живут, они не могут порадоваться хорошему, потому что они боятся, что это скоро закончится, и начнется что-то плохое, ну, а если происходит что-то плохое, то они вообще не могут радоваться, вместо того, чтобы принять всю жизнь целиком, как вот это все ее стороны, и смерть, и насилие, и любовь, и благородство, и вот все-все-все, это все жизнь, но для этого нужно самому стать, вот такой, знаете, цельной личностью, я вообще не претендую, что я такой, да, но я чувствую, что вот туда надо двигаться, да, для того, чтобы быть более в гармонии с этой жизнью, наверное, так бы я сказал. Муж, а так, сын 15 лет, очень сильно хамит нам, родителям, и посторонним людям, как быть? Ну, хочется сказать про то, что это нормально, я вспоминаю свое детство, вроде бы я такой приличный сейчас человек, но я хамил своей маме очень жестко, я даже где-то пересматривал видео, у нас тогда появилось еще такие старые видеокамеры, знаете, ну, первые японские, там, не знаю, какие, GVC фирмы, я помню, мы снимали какое-то наше путешествие, я был, наверное, в шестом, в седьмом классе, и я там просто что-то говорил, мне так стыдно за то, что я говорил и как я говорил, то есть у нас там даже конфликта не было, я просто, ну, что мы пойдем туда, мам, да хватит, да давай, что ты, ну, хорош, вот такой вот говнистый подросток, и это так забавно было переслушивать, ну, аж если мы конфликтовали, то мы с ней конфликтовали сильно, и мне правда стыдно, но это не определяет меня как какого-то ужасного человека, да, это был опыт, и чаще всего вот это хамство, это способ сепарироваться, это крик подростка о том, что я больше не ваша собственность, и вы для меня ничего не значите, потому что в норме природой так заложено, примерно в 14 лет плюс-минус, если, кстати, вы задумаетесь, задумайтесь во многих племенах до сих пор, обряды инициации мальчика в мужчину, девочку в женщину, примерно в этом возрасте до сих пор сохранились, ну, то есть там что-то нужно сделать, как правило, болезненное, тяжелое, и все, ты там мужчина, или там ты женщина, а почему, ну, то есть это же природой обусловлено, мы же специально ничего не делаем, чтобы они себя так вели, а потому что природа запрограммировала нас, представьте, мы столетия, тысячелетиями жили в пещерах условно, и ты должен был отпочковаться от семьи, стать плохим, противным, самостоятельным, чтобы тебя выкинули из гнезда, чтобы ты пошел строить свою жизнь, природа так задумала, чтобы она как-то так устроила, чтобы выживаемость вида была лучше, но она же не знала, что мы будем жить вот в таких благах цивилизации, и не обязательно сепарироваться, можно, кстати, всю жизнь, с мамой, с папой прожить, кстати, то, что мы наблюдаем сейчас, что, а зачем уходить, так хорошо меня кормят, поят, такой all-inclusive, я останусь здесь, поэтому, может быть, даже хорошо, что он хамит, может быть, значит, вот этот вектор, витальный такой, биологический вектор, не нарушен в нем, это говорит о том, что он низвергает пьедесталы сейчас вниз, ну, родители с пьедестала низвергают, и ищет других авторитетов, и это то, что должно происходить в норме, но, естественно, вы не должны давать какой-то спуск к этому, но, опять же, хамство, хамство, рознь, то есть, это что, это маты, или это обзывательство, или там, я вас ненавижу, или как вы меня достали, ну, это больше про эмоции, про чувства, то, что я говорю в конце, это, ну, может быть такое, то есть, здесь нужно проявлять эмпатию и сопереживание, говорить, что я понимаю, как тебе тяжело, но, пожалуйста, не говори таких слов, потому что у нас так не принято, да, или иначе я буду вынужден там, что-то, что-то сделать, но иногда полезно даже, что-то пропустить мимо ушей, не реагировать на каждый такой выпад, на каждую такую фразу, это требует неимоверной выдержки, мудрости, и это способен сделать только тот родитель, который понимает, что это естественный процесс, конечно, вы мне можете возразить, сказать, что, ну, у нас так не было с родителями, да, у кого-то не было, и кто-то до конца, и в 40, и в 50 лет не сепарирован, он может жить один, за тысячи километров от родителей, но не быть сепарированным, то есть хамство не обязательно должно быть, чтобы сепарироваться, но хамство это может быть такой протест против гиперопеки, гиперконтроля, то есть тут нужно смотреть детальнее, но вообще я бы, ну, в моменте говорил, что, слушай, мне неприятно, давай-ка ты остынешь сейчас, дорогой, да, я выйду на 5 минут, и мы поговорим в нормальном тоне, вот, но при этом я понимаю, что ты задержишься, я понимаю, что тебе вообще хреново, да, но, пожалуйста, давай мы попозже пообщаемся в нормальном тоне, но, опять же, повторяю, что кому интересно подробнее, приходите на мой вебинар для родителей подростков, здравствуйте, три года назад овдовела, сейчас в новых отношениях, родные и друзья не принимают нового избранника, отвернулись друзья, дочь очень сухо относится к моему выбору, а я счастлива, как быть? Хочется просто сказать, вы имеете право на свое счастье, и тот, кто вас осуждает, он и дня не прожил в вашей шкуре, как он может судить вас, осуждать, если он не был вами, он не испытывал те терзания, которые вы испытывали, да, он не испытывал тех чувств, которые вы испытывали, он не терял мужа, или она не теряла мужа, но, с другой стороны, они не должны принимать вашего избранника, дочь уж точно не должна выстраивать с ним хорошие отношения, он для него чужой человек, и не нужно делать так, чтобы они приняли ваш выбор, нет, это может быть ваша личная жизнь, это ваши с ним отношения, и, с другой стороны, ваши отношения с дочкой, с друзьями и так далее, то есть, я бы не тащил эту историю, вот, типа, мы теперь вот так, давайте все объединимся, нет, это ваша жизнь, это ваши отношения, а там другие ваши отношения, и это нормально, что у них с ним, может быть, никаких отношений, даже негативные, а у вас с ними и с ним могут быть нормальные отношения, это нормально абсолютно. Долгие годы был в отношениях, где обесценивали, не уважали, разошлись пару лет назад, развелись пару месяцев назад, но раз в месяц видимся и общаемся, меня не любят, я до сих пор не разлюбил, больно до жути, как выйти из этого раз и навсегда, посмотрите мое видео, да, как забыть и как разлюбить, в ютубе, наберите, да, Никулин, как забыть и как разлюбить, там есть техника, если не поможет, обращайтесь за консультацией, дочка 10 лет, не рассказывает, если ее обижают, всегда на такое нормально реагировали, узнаем уже поздно, когда, например, отказывается идти на занятия, что мы как родители делаем не так, каждый день разговариваем, задаем три вопроса по вашему совету, кажется, как прошел день, что было интересно, что понравилось, что не понравилось, я бы немножко снял ответственность с вас, что вы что-то не так делаете, потому что не нужно стараться быть идеальными родителями, будьте просто достаточно хорошими родителями, это во-первых, во-вторых, дочь имеет право не рассказывать вам все, в том числе какие-то тяжелые свои переживания, 10 лет, но 10 лет это еще и пока такой предподростковый возраст, но уже могут входить в пубертат, в этом возрасте сейчас дети, там много мотивов может быть, мотив может быть не расстраивать родителей, страх за то, что родители вмешаются, пойдут там, надают всем по голове, и меня еще сильнее будут, не знаю, обижать в школе, или там меня будут считать какой-то слабачкой, тут очень много может быть про страх, про тревогу, особенно если вот вы так прям стараетесь быть очень хорошими родителями, включенными в ее жизнь, немножечко можно на ворот на дистанции, дать ей дистанцию, дать ей пространство и сказать, что если тебе будет что-то происходить, ты можешь подойти к нам, просто сказать, мы вообще тебя не осудим, никак тебе не скажем, ну что ж ты там нам не сказал раньше, мы просто тебя выслушаем, обнимем и спросим, как бы ты хотелось, чтобы мы поступили, то есть вот такое принятие, хорошо бы вообще ввести такую традицию, периодически садиться, тет-а-тет с ребенком и просто откровенничать, причем откровенничать и про себя тоже, что у вас было за неделю, там, где вы облажались в том числе, там, где что-то у вас не получилось, там, где вы чего-то боитесь, потому что дети очень часто не идут к родителям, потому что родители для них боги, сверхчеловеки, памятники, и если я пойду что-то расскажу, что я с чем-то не справляюсь, я подсвечу себе свое несовершенство, а это неприятно, потому что родители у меня такие хорошие, такие идеальные, поэтому я лучше не буду говорить им, но когда вы будете на равных, не как подруги, нет, вы родитель, но вы показываете, что вы живая, вы живой, там, отец, живая мама, вы настоящая, со своими слабостями, и так далее, то такому человеку довериться гораздо проще, гораздо легче, подумайте на эту тему. Если я являюсь человеком с тревожным типом привязанности, как от этого избавиться? Да, тоже у меня есть видео в YouTube по типам привязанности, можете посмотреть. Тревожный тип привязанности это тот человек, как это формируется чаще всего, когда в детстве фигура, родительская фигура была нестабильная, то есть рано отдали бабушке с дедушкой, или папа, или мама были, но часто уезжали куда-то на заработки, или забывали, оставляли где-то в садике, или отдавали в интернат на 5 дней, ну то есть отношения в целом были хорошие, но непредсказуемость. Сегодня есть родители, завтра раз его нету, он пропал куда-то в очень маленьком возрасте, от нескольких месяцев до нескольких лет, вот в этот период это закладывается. Ну по сути уже там полутора годам уже видно, какой стиль привязанности. Но дальше он просто может закрепиться, и здесь не вина только родителей, как бы, да, здесь я никого не обвиняю, это в целом комплекс, который формируется. Как быть с этим? Так вот для этих людей во взрослой жизни любимый человек это тоже значимая фигура, то есть в этот момент с таким человеком, в который вступает отношение человек с тревожным стилем привязанности, активируется все то, что было в детстве, то что он может пропасть, он может не изменить, или она, ее может не стать рядом, и он тревожит, что фигура, которую он любит, может пропасть. И работать с этим, по сути, нужно только над тем, как с этим работать, над тем, чтобы, ну по сути, все к одному сводится, начать, замкнуть, короче, эту связь с самим собой, не на ком-то другой, что не кто-то другой, тебе закрывает твое одиночество, твою боль, твою вот эту детскую травму покинутости, а что у тебя есть ты. То есть это, ну как бы по словам, хорошо, легко сказать, да, как это реализовать, ну это, я реализую это только на консультациях, то есть мне нельзя, как это сказать, как это сделать самому. Но по сути, после проработки у вас должно быть такое состояние, что отношения, это классно, любые отношения, мужчина, женщина, но я не нуждаюсь в этом так остро, как в воздухе. Вот если это произойдет, то это значит, что вы продвинулись вот в том, чтобы исцелить вот это чувство покинутости внутри. Это непросто, но это можно сделать. В том числе, вступая в отношения с человеком с надежным стилем привязанности, который как бы, ну вылечит, так скажем, вам эту травму, хотя это такая себе история, не нужно этим прям заниматься, что я найду такого человека, да, но такое бывает, да, человек, который такой стабильный, спокойный, принимающий вас с вашей ревностью, с вашими тревогами, ты почему не отвечал, ты куда делся, я переживаю, я себе места не находил, или не находила, вот этот тревожный тип привязанности. И они вообще не представляют свою жизнь без отношений. Для них взаимоотношения – это сверхценность большая. Вот я бы направил еще вектор туда, как научиться жить счастливо, наедине с самим собой. Не в одиночестве, а наедине с самим собой. Чувствуете разницу? И развивая в себе этот навык, развивается и та опора внутри себя, с которой проще дальше жить. Так, ну давайте у нас еще полчасика, я думаю, добрый день, Константин, как понять мужчину, который в браке 36 лет, и за эти годы имел более 40 любовниц, периодически их меняет, семьи не уходит, и каждый раз признается, что любит безумно жену, и через время все повторяется. У меня, к сожалению, видео на эту тему нет, но это может быть синдромом, синдромом, как уж там, Мадонны-блудница. Погуглите, посмотрите в Ютубе, синдром, комплекс Мадонны-блудница. Это то, когда у мужчины идет разделение. Вот это моя жена, и она святая женщина, и такие мужчины правда любят жен. Но секс с ней, ну не то, что невозможен, но он не тот. А вот с другими, которые не являются моей женой, вот это то, что надо. Ну это такая вот деформация, скажем так. Часто из детства, часто в тех семьях, где боготворилась мама, и жена потом тоже боготворится, как это, она моя мать, моих детей, какой там секс, вы что, я не могу такое предложить ей. А вот там я могу делать все, что угодно. Вот такая штука бывает. Да. Ну я не оправдываю, но в психологии, в сексологии такой феномен исследовался. Очень много людей сейчас с тревожным расстройством состоют в чате по этой теме. Симптомы у всех одинаковые, но не получается их побороть. Некоторые пьют антидепрессанты. Что нам делать тревожникам? Как с этим справиться? Да, тревожное расстройство бывает разное. там генерализованное тревожное расстройство, социофобическое расстройство, паническое расстройство. И тут нужно смотреть детально. Но вообще, мне кажется, важно не просто состоять в чате по этой теме, а работать со специалистом. И если у вас прям расстройство, диагностированное, то лучше с врачом-психиатром или врачом-психотерапевтом. Ну вот как-то так. То есть какой-то лайфхак, как избавиться от тревожного расстройства. И именно я не смогу дать. Так, доброй ночи. У меня такой вопрос касательно дочери. Ей 12 лет, и она влюблена в своего одноклассника. Он своеобразный, не самый хороший, но и не самый плохой мальчик в классе. Все время разговоры только о нем. Меня это немного пугает, так как я понимаю, что ее ранимую душу очень легко обидеть. Подскажите, как правильно вести меня с ней, поддерживать, объяснять, что может выйти все не так, как она думает. И мечтает. Когда пытаюсь ей объяснить, что он обычный парень со своими плюсами и минусами, встречаю, ответит, что он самый хороший. Так, 12 лет. У нас дочери теплые, открытые отношения. Она мне много доверяет. Хочется дать ей правильный совет, когда это потребуется. Мне кажется, вы все уже правильно делаете. В том плане, что вы удовлетворительные отношения с ней пытаетесь, хотя бы держите в фокусе, выстраивать. но, наверное, я бы не стал оценивать как-то этого мальчика. И как-то это же выглядит как обесценивание для дочери, что мама говорит, что он может быть не так хорош, как я его вижу. А значит, с мамой не права, значит, с мамой что-то не так, потому что я же вижу, какой он классный. И вы рискуете потерять определенную степень доверия. Я бы работал над тем, чтобы дать ей эту возможность разочароваться. Вы знаете, я как-то говорил где-то такую фразу, что наше возросление, созревание нашей психики идет через разочарование. Когда ты понимаешь, что в этом мире, в большом взрослом, тебя никто так не любит, как родители, ну, хорошие родители, да? Тебя никто не ждет и не готов тебе просто так давать все блага этого мира. Тогда, когда ты понимаешь, что кто-то тебя вообще может не любить. И это жестокое разочарование, но только так идет взросление. Мне кажется, важно дать ей этот опыт, опыт влюбленности и, если так получится, опыт разочарования. Но главное, постоянно ей показывать открытую дверь, что ты можешь прийти ко мне с любой проблемой, с любым вопросом. Я никогда и ни за что не буду тебя обвинять, потому что я знаю, что ты, ну, там, разумный ребенок, да, и ты стараешься всегда сделать все самое лучшее. И мы все ошибаемся, это нормально, я тоже много ошибалась в жизни. Но, что бы ни случилось, знай, я на твоей стороне. Все. Один раз вы так скажете, ну, два-три, и вы сделаете максимум из возможного. Но старайтесь меньше оценивать ее выбор, особенно, если она не спрашивает, ее поступки. Да, где-то можно предостерегать аккуратненько, да, и дальше говорить о том, что вы верите, что в ее разумность, в ее выбор, что она примет правильное решение. Поделитесь, пожалуйста, советами, как с помощью чего взрастить в себе крепкую внутреннюю опору, и чтобы было спокойно и хорошо внутри, независимо от других людей. Ранее была в созависимых отношениях и чувствую, что снова хочется такого мужчину, чтобы стал опорой, стали эмоционально близки. Боюсь, что мужчина опять станет слишком значим в моей жизни, и я потеряю себя. Вот, чтобы не потерять себя, нужно найти себя. И чаще всего в другом человеке нуждается наша, ну, условно такая, слабая, детская часть личности. И я бы рекомендовал именно обнаружить своего внутреннего ребенка, свою внутреннюю девочку или внутреннего мальчика, взять его на руки или ее, и дать ей или ему так много любви и так много заботы, которые вы просто, насколько вы вообще способны, и слушать ее, слышать ее, взаимодействовать, и потихонечку вы увидите, как она внутри вас начинает расправляться, говорить о каких-то своих желаниях, о нежеланиях. Вот туда бы я направил вектор вашего внимания. Так, как решиться на общение с противоположным полом после 12 лет перерыва? Начните с маленького шага. Не идите сразу на какое-то свидание. Начните с переписки в интернете. Ну, для кого-то это может быть не самый лучший вариант. Начните с общения с максимально простым для вас человеком, понятным. Но нужно понять, что здесь за этим стоит. То есть был перерыв и, наверное, сейчас есть какая-то тревога и переживание. Понять, чего боитесь, чего боитесь больше всего, что может произойти. Да, вот с этим страхом проработать в первую очередь. Ну, и начинать с какого-то максимально безопасного для вас общения. Так, завершающий вопрос из присланных. Моя дочь 10 лет, подменный друг. В классе девочки дружат по парам, с дочкой дружат только когда друг болеет или поссорились, потом друг выздоравливает или мирится, и с дочкой почти не общаются. В кружках такой проблемы нет. Учитель не может решить этот вопрос. Дочка каждый раз очень переживает. Подскажите, пожалуйста, что делать? Спасибо. Да, но дочка, если переживает, это ее ранит, значит. как будто бы хочется посоветовать, что в тот момент, когда кто-то болеет, проговорить, что ты знаешь, 10 лет все-таки это уже можно такие разговоры вести, чтобы дочка сказала, ты знаешь, ну вот я вижу такую ситуацию, что когда там Таня заболела, ты со мной общаешься, а когда Таня ходит в школу, ты с ней общаешься, и мне так как-то дискомфортно, давай мы с тобой решим, либо мы общаемся всегда втроем, ну, либо, к сожалению, мне так неприятен такой формат. Это не каждый может сказать, но я считаю, что это такое справедливое, правильное решение. Это первый момент, а второй момент, я бы рекомендовал, наверное, дочке вам подыскать какие-то групповые форматы для подростков онлайн, либо оффлайн в вашем городе, где такой тренинг навыков коммуникации, общения, где она бы походила и просто покоммуницировала с теми же детьми и подростками, да, ну там, предподросткового возраста, у которых схожие проблемы, которым сложно, может быть, общаться, которые там не выдерживают какой-то конкуренции. По-моему, даже есть онлайн-группы на сайте trawlinet.rf trawlinet.rf там, по-моему, даже есть ссылка на группы, но там больше для тех, кто сталкивается с буллингом, но в принципе тут, может быть, даже это будет полезным. Вот чтобы она там поразбирала на практике это и потренировала эти навыки. Возможно, она научится, как в таких ситуациях действовать, потому что здесь сложно что-то советовать, потому что это ее опыт и ей нужно это пережить. И если для нее это проблема, то нужно, чтобы она это проработала со специалистом либо индивидуально, с детским подростковым психологом, либо в группе. Вот я бы это рекомендовал. Так, я вижу, что вы присылали свои вопросы. Так, давайте я посмотрю. Константин, спасибо большое за совет про ребенка два с половиной летней. В целом, я его так и таскаю силком, очень устал, но, видимо, придется ждать, потерпеть. Да, этот период, я просто помню по своей дочери, он прям непростой. И он как резко может начаться, потом так же резко может закончиться. Но может и не закончиться, если честно. То есть, это может быть про протестность вообще в принципе ребенка. поэтому мои вам сопереживания. Так, Елена, большая вам благодарность за вебинар. Константин, в вебинаре увидела ваши книги, инструкции по распаковке личности подростка, инструкции мотивации, чем заниматься подростком оффлайн, другие. Напишите, пожалуйста, на каком ресурсе их можно приобрести. Обшариваю все лабиринты, читаю город. Нет, это не книги, это, ну, такие PDF-гайды, которые идут для участников моего курса подросток инструкции по применению в подарок. Очень, ну, на мой взгляд, качественные материалы, да, которые помогут вот в этом вопросе. О своем курсе я подробно рассказываю на вебинаре, поэтому пишите слово подросток и я пришлю вам ссылку на этот вебинар, где подробно об этом рассказываю. Так, ну что, друзья, если есть еще вопросы, давайте 10 минут я поотвечаю. Если вопросов нет, можете поделиться, как для вас сегодня было, понравился ли такой формат, насколько было полезно. Мне жаль, что я не вижу ваши лица и не слышу вас, но как будто бы ваши фотографии создают впечатление того, что я не сам с собой тут общаюсь, а живой аудиторией. Да, можете поделиться в чате канала, да, каким-то инсайтом, что было ценным, может быть, какие-то мои ответы на что-то вас направили, может быть, что-то решили взять с собой и тогда будем потихоньку завершать. Но если есть вопрос, пишите. Да, Ксения пишет. Спасибо вам огромное, спасибо большое, Ксения. Рад, что было полезно. И спасибо вообще огромное за то, что пришли в онлайне, потому что, я понимаю, не у всех сейчас такое время суток, которое удобно. спасибо. Так, ну и давайте я немножко скажу о себе, да, о своих услугах. Я сейчас не так много консультирую, потому что я такой, знаете, я вечный студент, и мне кажется, ну, я считаю, что в нашей профессии ты обязан обучаться всегда. Да, и у меня вот сейчас стартуют три новых обучения, которые я буду проходить. Плюс дополнительные там мероприятия, поэтому я не так много беру сейчас на консультации, но если вы видите, что у вас важный какой-то вопрос, срочный, да, можете мне написать в личное сообщение здесь в Телеграм или там в Инстаграм, где будете меня смотреть. Также, если у вас тема связана с подростком, пишите слово подросток. Если тема связана с гневом, у меня есть отдельный курс для родителей, там, мам, пап, которые срываются на своих детях, мама не в гневе называется, напишите слово гнев, и для тех, кто страдает от тревоги, от переживаний, от такой вот невротизма, да, тоже есть курс по тревоге и неврозам. Пишите слово тревога, да, и я пришлю подробную информацию на эту тему. спасибо большое, даже муж заслушался вас, а он вообще не фанат психологов. Привет, большой мужу, рад, что ему тоже понравилось, было полезно. Ну что ж, тогда давайте будем завершать. Спасибо большое за то, что были в онлайне. Вроде бы запись должна сделаться, поэтому я, наверное, завтра ее выложу, и тем, кто не посмотрел в онлайне, не поприсутствовал, сможете посмотреть в записи. Ну и, кстати, кто был, переслушать какие-то выводы. Я надеюсь, что что-то захочется переслушать повторно. Я постараюсь сделать тайм-коды, чтобы было понятно, на какой минуте, что я там говорю. Ну все, спасибо за внимание и до новых встреч. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok